СГУЩЕНКА В стране советов не приходится. Если покопаться в истории сгущенного молока, то можно выяснить массу интересных фактов. Вот, например, аргентинцы считают ее вареный вариант своим национальным продуктом. И даже документально подтверждают, что где-то в местном Кань-Юаласе 17 июля 1829 года изобрели это диво дивное. Колумбийцы не согласны, чилийцы тоже имеют свои доводы. Однако, согласно наиболее распространенной версии, любители сгущенки обязаны рождением своего гастрономического пристрастия парижскому кондитеру и виноторговцу Николя Фронсуа Аперо. Мол, в 1795 году Наполеон объявил конкурс на лучшее сохранение еды. Вот Аперо постарался. Однако все не так быстро, конечно. Чтобы разработать технологию приготовления сгущенки, ему понадобилось аж 14 лет. Но запатентовали продукты американцы в 1856 году. Промышленник Гейл Борден сделал все, чтобы популяризировать сгущенку в ее нынешнем вкусовом варианте. В Россию сгущенное молоко стали привозить из Швейцарии в конце 1860-х. Тогда врачи выписывали его для грудных младенцев, оставшихся без материнского молока. Вскоре консервы стали поступать и на армейские нужды. Первый завод по производству сгущенки открылся в Оренбурге в 1881 году. Но он быстро обанкротился. И вот здесь спасибо советским властям. Именно они наладили массовое производство сгущенного молока. В 1932 году под руководством наркома снабжения Анастаса Микояна запустили первые заводы молочно-консервной промышленности. Естественно, это было связано и с военными нуждами. Молоко выпускали в жестяных консервных банках. А в 1939 году на них стали клеить узнаваемые и сегодня сине-бело-голубые этикетки. Их придумала дочь известного архитектора Ираида Фомина. После Отечественной войны производство сгущенного молока решено было сделать для масс. Специально для него даже был разработан ГОСТ под номером 290378. Главные базы производства сделали Краснодарский край. Там молока производилось больше, нежели в любом другом советском регионе. Однако это уже совсем другая история.